добрый вечер всем кто к нам сегодня присоединился мы продолжаем наш разговор о первой маковейской книги и живем сейчас такой переменчивой действительности каждый день какие-то иногда абсурдные совершенно вещи мы слышим которые происходят среди которых не так легко найти какую-то более или менее реалистическую прагматическую линию вот не так давно я слышал военного спеца которого зовут и цикронен довольно такая доминантная сейчас фигура и он в частности говорил что конечном счете израилю придется во всей этой ситуации как-то маневрировать между различными внешними силами которые оказывают на него давление как сил друзей так и силы врагов и как бы для того чтобы достичь стратегического успеха в том числе и в военных действиях придется значит как-то предпринимать шаги связанные с тактическими уступками с временными отступлениями потом снова наступлениями говорю это к тому что то что мы сегодня увидим в то что мы уже начали как бы вошли в эту тематику в прошлый раз и увидим сегодня это как раз вот такая политика маневра практического который предпринимает брат иуды юнатан а если пытаться указать на какие-то на кардинальное отличие юнатана от иуды который диктуется может быть не обязательно характером разным характером этих двух исторических и политических деятелей что тоже конечно играла несомненную роль но и той обстановкой которой они находились то это отличие можно было определить как то что иуда двигался постоянно вперед он как бы был воин в полном смысле этого слова и в общем мы не знаем стремился ли он к власти но по крайней мере он ее не достиг и его с трудом можно назвать политикам потому что мы знаем что политика это искусство компромисса вот иудеи не свойственным был компромисс по крайней мере так он описан в наших источниках это был человек убежденный воин который прямо шел к своей цели и погиб идя к этой цели в отличие от него юнатан его брат был политиком в полном смысле этого слова хотя и очень сильно зависел от тех политических сил которые окружали иудеи это то что мы уже видели прошлый раз и увидим сегодня он как бы пытается найти какой-то правильный маневр и использовать конкуренцию конкурентную борьбу между деметрием первым и александром баллой или балласа своих целях своих интересах это не только его личные интересы но и интересы иудеи как он их понимает и вот в частности это то чем мы закончили в прошлый раз наше чтение юнатан решает отвергнуть достаточно щедрые предложения деметрий а он получил предложение с обеих сторон со стороны действующего селефтидского царя деметрия первого и со стороны того кто пытается у него эту власть оспорить александра балл и мы сказали тогда что несмотря на возможную возможно большую подробность и щедрость предложений деметрия они в то же время как бы носят чем-то более узкий характер потому что александр фактически поднимает юнатана до статуса друга царя это делает его первосвященником и таким образом как бы открывает в чем-то новую страницу в истории иудеи деметрий в этом смысле гораздо более осторожным обещает всевозможные поблажки отказывается от взимания налогов обещает массу многих вещей но при этом как бы не готов предоставить юнатану такой статус какой ему предоставляет александр что очень понятно потому что александр больше в нем сейчас заинтересован он сущности говоря борется за власть вот и мы дошли до сорок восьмого стика главы 10 где сказано что царь александр который объявил себя царем собрал большое войско и ополчился против и метр и и вступили два царя в сражение и войско деметрия обратилась в бегство александр преследовал его и превозмог и весьма настойчиво продолжал сражение до самого захода солнца и пал деметрий в этот день то есть иными словами ситуация разрешилась и получается что юнатан сделал правильный политический выбор он поставил на правильную лошадку ибо если бы он поддержал деметрия надо полагать что то что происходит непосредственно вслед за этим этого бы не произошло что же происходит александр отправляет послов то лимею царю египетскому с такими словами имеется ввиду колемей филометр колемей 6 километр который правил между 181 146 146 годами до новой эры и вот что он говорит я возвратил да я напомню вам что с точки зрения многих историков александр балла самозванец он называет себя сыном антиоха епифана но многие древние античные историки считают его самозванцы не так полагает 1 мако автор 1 макоевский книги он нигде не бросает никаких намеков на то что он сомневается в праве александра править царствовать селевкидской державе так вот александр отправляет послов к стариме и говорит я возвратился в землю царства моего и воссел на престоле отцов моих принял верховную власть сокрушил деметрия и стал обладателем страны наши я вступил с ним сражение и он разбит нами и войска его и васили мы на престоле царство его да интересно что по ходу дела александр который начинает представлять себя в первом лице он вдруг переходит в единственном числе переходит на множественное почетно именуя себя мы так это и в греческом тексте и видимо так это как на самом деле мы не знаем как оно было в риском тексте потому что в риском тексте это нет не норма на так изъясняться цари не говорят о себе во множественном числе итак заключим теперь дружбу между нами и ты дай мне дочь твою в жену в жены я буду тебе взять ими там тебе и тебе и ей дары достойные тебя речь идет здесь о клеопатре клеопатра клеопатра тея она была действительно дочерью патолемея шестого филометра да это первая из клеопаток которые нам известны в эллинистическом египте которая была замужем аж за тремя царями селевкидской династии первый раз она вышла замуж за александра бал второй раз за сына деметрия первого за деметрия второго а третий раз за его брата антиоха седьмого а значит мы до этого дойдем так или иначе патолемей его поддержит поскольку египет не поддерживал претензии деметрия на власть но поддерживает александра балла и отвечал царь патолемей так счастлив день который ты возвратился в землю отцов твоих и воссел на престоле царство их ныне я исполнил для тебя то о чем ты писал только ты выйди ко мне в талимаиду напомню вам чтобы талимаида этой ако да это в общем главный порт главный порт так называемый кили сирии то есть территории которая включала себя эрс израиль и по крайней мере южную часть сирии и она в свое время до 198 года находилась под властью египта понятно что патолемей точит зубы на это место хочет вернуть себе благодаря тому чтобы вот этому дипломатическому браку браку с александром баллы который кстати бежал из рима тоже высадился в талимаиду так вот выйди ко мне в талимаиду чтобы нам видеть друг друга я породнюсь с тобой как ты сказал я отправился в талиме из египта сам и клеопатра до чего и прибыли в талимаиду сто шестьдесят втором году то есть опять же сто сто шестьдесят второй год это естественно по македонскому летосчислению мы находимся таким образом по знакомому нам летосчислению в сто пятьдесят первом году до новой эры теперь для чего автор первой маковейской книги сообщает нам все эти подробности не только для того чтобы просто пересказать историю а ради того что будет дальше так вот царь александр встретил талимея он был за него клеопатру дочь свою устроил брак и талимаиде как прилично царям с великой пышностью и вот мы доходим до главных писал также царь александр ионатану чтобы он вышел к нему навстречу насколько ионатан его поддержал и отправился ионатан талимаиду с пышностью и представлялся обоим царям и одарил их и приближенных их серебром и золотом и многими дарами то есть мы видим что ионатан действует как вполне искусный политик там где нужно подмазать он подмазывает даже с тем чтобы приобрести необходимый для себя статус и собрались против него мужи зловредные из среды израиля или негодные это явный гибраизм аншей блияль выражение которое уже встречалось первые макомейские книги когда автор хочет обозначить врагов хасманеев мужи беззаконные чтобы оклеветать его но царь не внял то есть ионатан иными словами своих соперников обыграл он успел обрести милость и у птолемея и у александра балоса и повелел царь снять ионатана одежды его и облечь его в парфиру и сделали и сделали так на самом деле александр балла уже обещал ионатану как первосвященник как друга царя это одеяние теперь это как бы теперь это реализуется напомню вам что когда александр балла написал ионатану письмо с предложением чтобы тот его поддержал он послал ему парфиру и золотой венок вот верного обликает и посадил его царь с собой рядом и сказал своим вельможам сказал своим вельможам выйдите с ним на середину города и провозгласите чтобы никто не смел клеветать на него ни в каком деле никто не тревожил его никаким делом и когда клеветавшие увидели славу его как он был провозглашаем и как облечен в парфиру все разбежались я сказал вам что в целом степень обращения к библейским мотивам во второй части и в третьей части первой маковецкой книги меньше чем в первой когда речь шла о мотитьяу и о иуде там это появлялось практически постоянно здесь это гораздо более редкое явление но все же появляется и здесь возможно вы тоже уловили некоторые 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 библейские корни этой сцены даже если она бы исторически в той или иной форме имела место но понятно что автор первой маковецкой книги который хорошо знает тонах несомненно несомненно держит перед своими в своей памяти историю иосипа и его возвышение при фараоне и и по всей видимости и историю эстер точнее историю мордыхая возвышение мордыхая ахашвей рошам как бы в том и в другом случае человека выводят иосифа на колеснице случае мордыхая на коне здесь не очень понятно как а и провозглашают что он приближенный царя всюду есть какой-то свой нюанс да вот здесь никто чтобы не смел клеветать на него ни в каком деле никто не тревожил его никаким делом и таким образом все все противники юнатана страхи бегут боясь еще раз как бы противостоятельным и так прославил его царь и вписал в число первых друзей назначил военачальниками областным правителем и возвратился юнатан в иерусалим с миром и весельем а то есть по сути дела здесь в этой сцене юнатан окончательно становится правителем почти можно сказать независимой иудеи он получает полную автономию но перипетии связанные с наследованием сельфмитского трона на этом не заканчиваются как сказано в 165 году 165 году то есть 148 году через три года пришел из крита деметрий сын деметрия в землю отцов своих значит мы на самом деле точно не знаем почему деметрий первый держал своего сына в крите на крите возможно он опасался действительно того что трон может пошатнуться и заботиться о безопасности своего сына так или иначе благодаря этому ходу у деметрия было была возможность собрать войско до из наемников в греции это так называемый будущий деметрий второй не катор то есть деметрий второй победитель который действительно победит александра александра бал значит он приходит и как тут сказано услышав о том царь александр весьма огорчился и возвратился из талимаиды в антиохию с тем чтобы видимо управлять и собрать войско поставил деметрий военачальником аполлония правителя келе сирия собрал большое войско и расположился станом прием не и то есть явно и послал к его священнику ионатану сказать а теперь на самом деле мы уже встречались с одним аполлонием он упоминался в первой маковейской книге но это еще было при антиохии эпифании поэтому судя по всему речь идет все-таки о другом человеке который носит и это греческое имя аполлоний согласно историку гримскому историку греческого происхождения полибию этот аполлоний был еще другом детства деметрия первого и помог ему свое время бежать из бежать из римского плена значит так вот этот деметрий второй который находится сейчас рядом с явно посылает послание ионатану послание довольно резко и только один превозносишься над нами я же подвергся осмеянию и по сравнению через тебя зачем ты противостоишь нам в горах значит мы на самом деле не очень как бы понимаем что здесь происходит то есть такое ощущение что какие-то детали пропущены видимо автор хочет сказать что ионатан ионатан конфликте между александром и деметрием вторым по крайней мере на первом этапе поддержал александра и поэтому деметрий угрожает ты только один превозносишься над нами я же подвергся осмеянию и по сравнению от тебя опять же мы не знаем что что имеется здесь в виду какое осмеяние и по сравнению ни в каких других источниках ничего подобное не сообщается но видимо то обстоятельство что ионатан отказался поддержать деметрия это и было как бы некоторым осмеянием и по сравнению то есть его претензии на престол отвергнуты зачем ты противостоишь нам в горах если ты надеешься на свои военные силы сойди к нам на равнину и там мы померяемся силой ибо со мною войско городов спроси и узнай то я и прочие помогающие нам и скажут тебе невозможно вам устоять перед лицом нашим ибо дважды обращены были в бегство отцы твои в земле своей и ныне ты не можешь устоять против такой конницы и такого войска на равнине где нет ни камней ни ущелья ни места для убежища итак деметрий ему грозит говоря призывает его выйти из гор на равнину что само по себе может звучать тоже вполне по-библейски потому что по крайней мере в одном месте книги малахим там где описывается война между царем израиля и царем арама там как бы арамейцы говорят о боге израиля элогей гаррим билл элогей амакин надо бы сражаться с ними на равнине а не в горах значит здесь звучит отзвук этого теперь не очень понятно что имеется ввиду когда деметрий апеллирует каким-то двум поражениям ибо дважды обращены ли были в бегство ацитвы и в земле своей перед кем значит действительно если если речь идет о недавних событиях то действительно в маковейской книге дважды сообщалось о поражениях во времена иуды одно из которых привело к гибели иуды но возможно что здесь речь идет о каких-то аллюзиях на библейское тоже прошлое в частности например на то что филистимляне поразили евреев в том более-менее в том месте где и сейчас будет происходить сражение именно недалеко от афека и возможно что другое если действительно автор первой маковейской книги здесь намекает на тот сюжет который я сейчас упомянул где арамеи воюют с Израилем то там тоже была одержана арамеями временная тактическая победа и иными словами понятно что вряд ли исторический деметрий мог знать об этом тогда это как бы своего рода глосса автора маковейской книги который пытается представить деметрия как такого спесивого горделивого царя который хвалится своими победами перед евреями грозит им но его конечно должно в такой ситуации постичь поражение что мы сейчас увидим когда ионатан выслушал эти слова аполлония имени естественно от имени деметрия то подвигся духом и набрав десять тысяч мужей вышел из Иерусалима и брат его Симон сошелся с ним на помощь ему и расположился он с Таном при Иопии то есть недалеко от Яфо но не впустили его в город ибо в Яфо была стража Аполлония и они начали воевать против нее вот в этой Иопии тогда устрашенные жители отворили ему город и Ионатан овладел овладел Иопией услышав о сём Аполлоний взял три тысячи конницы и большое войско и пошел в Азот Азот это Ашдод как бы делая переход а между тем прошел на равнину ибо имел множество конницы и надеяться то есть он как бы предпринимает некий маневр некий маневр уходит к югу в сторону Ашдода видимо желая заманить Ионатана в ловушку и разбить его войско Ионатан преследовал его до Азота и вступили войска в сражение то есть Аполлоний добился своей первоначальной цели между тем Аполлоний оставил тысячу всадников в скрытом месте позади них то есть устроил засаду и казалось бы положение Ионатана безнадежно но Ионатан узнал что есть засада сзади него и обступили войско его и бросали в народ стрелы с утра до вечера народ же стоял как приказал Ионатан и наконец всадники утомились тогда Симон подвел войско свое и напал на их отряды ибо всадники из немогли и были разбиты ими обратились в бегство и рассеялись всадники по равнине и убежали в Аждот и вошли в Бетдагон капищей чтобы спастись да то есть как бы хотя автор первой макомейской книги не говорит здесь о том что Ионатану и Симону удалось одержать победу благодаря Божьей поддержке но сам тот факт что они находясь в подавляющем меньшинстве смогли выдержать атаку гораздо более превосходящего их численностью войска и победить его это как бы некоторое маленькое чудо вот которое в скобках отмечу и мы сейчас уповаем будучи окружены со всех сторон врагами которые конечно пытаются нас разбить в этом смысле первая макомейская книга может вселять надежду и так враги убежали аждот вошли в бейтдагон бейтдагон это еврейское понятие святилище бога догона который был филистим филистимским божеством но не исходным филистимским божеством а заимствованным филистимлянами уханаанеев поскольку догон это понятие семитское а догон это бог хлеба это слово которое связано с термином доган известным нам из еврита оно термин бейтдагон несколько раз упоминается упоминается в Танахе в том числе как раз в истории с победой филистимлян над войском Израиля в начале первой маковейской книги и и туда был принесён захваченный филистимлянами захваченный филистимлянами ковчег подобным образом подобным образом и сшимшон захваченный филистимлянами был приведён в святилище посвящённое догон здесь как бы всё переворачивается и иудеи одерживают победу над врагами враги пытаются спастись в бейтдагоне это на самом деле типичная практика как древневосточная так и в святилище можно спастись от преследования вещь хорошо известная но юнатан не признаёт право языческого святилища на охрану и как тут сказано сжигает аждон азот окрестные города берёт добычу и сжигает огнём капище догона с убежавшими в него людьми и понятно что автор первой маковейской книги приветствует то что делает юнатан в этом смысле конечно опять же такой намёк на актуалью юнатану было легче воевать с окружающими его врагами нежели сегодняшней израильской армии которая не может допустить и позволить себе такого рода действия а юнатан позволял в этом смысле может быть ориентируясь опять же на библейские авразцы и было павших от меча с сожжёнными до восьми тысяч людей отправившись оттуда юнатан расположился напротив ещё одного города хорошо нам известного аскалона то есть ашкелон это всё города древние города филистимлян а на данный момент это города как бы принадлежащие греческому населению и и и и ашкелон но жители города вышли к нему навстречу с великой почестью сдавшись и таким образом юнатан постепенно начинает расширять границы иудеи захватывая эти города то что иуде удавалось лишь частично и часто с отступлением юнатан делает более систематически заручившись поддержкой того же александра бала и возвратился юнатан имея при себе много добычи и когда царь александр бала услышал о сих событиях то вновь почтил юнатана и послал ему в качестве дара золотую пряжку как бы тоже знак того что юнатан близкий близкий друг царя и подарил ему аккарон то есть и крон еще один древний килистимлянский город и всю область его в наследственное владение таким образом уже три города фактически становятся присоединенными киудеи те самые города которые в библейские времена принадлежали принадлежали филистимлян плюс Яфу порт Яфу мы доходим дошли здесь до одиннадцатой главы но на самом деле как бы история продолжается и продолжается необходимость юнатана в том чтобы маневрировать между тем как говорится здесь царь египетский то есть все тот же птолемей филопатер шестой филометр прошу прощения шестой собрав многочисленное войско как песок на берегу морском непопытно что здесь мы тоже сталкиваемся с гибраизмом явным песок на берегу это сравнение кихоля с фата ям это библейское сравнение которое здесь буквально было переведено на греческий язык и множество кораблей домогался овладеть царством Александра хитростью и присоединить его к своему царству значит что произошло между птолемеем и Александром сказать трудно то есть казалось бы Александр его зять и он заинтересован был в том чтобы ему помогать но видимо отношения между ними стали портиться и тем более что птолемей точил зубы на то чтобы захватить бывшие территории принадлежавшие селевкидом который он считал традиционно своими собственными то есть все что находится на территории Келесины он пришел как тут говорится в Сирию с мирными речами жители отворяли ему города и выходили навстречу ибо дано было от царя Александра повеление встречать его потому что он был его тесть когда же птолемей входил в города то оставлял войско для стражи в каждом городе то есть фактически готовился к захвату власти когда же приблизился он к азоту то показали ему сожженное капище догона и азота и окрестные города разрушенные и тела пораженные и сожженные во время сражения ибо сложили груды по пути его и рассказали царю о всем что сделал Йонатан жалуясь на него но царь промолчал то есть птолемей выжидает и мы почему он промолчал он мог возмутиться он мог отдать приказ о том чтобы наказать Йонатана но Йонатан уже на этот момент стал серьезной фигурой в политической игре и даже птолемею египетскому пока что невыгодно начинать с ним ссору если он собирается интриговать против Александра тогда вышел Йонатан навстречу царю Виопию с почетом и приветствовали друг друга и ночевали там и шел Йонатан с царем до реки называемый Елифер и потом возвратился в Иерусарим Елифер это если смотреть на современную карту это река на территории Ливана между Бейрутом и Триполи примерно 300 километрах на север от Яфы мы видим что Йонатан движется всеми по одними тем же маршрутам это не случайно он выходит навстречу царям заручается их поддержкой постоянно заверяя их своей лояльности и при этом получая в обмен полную как бы полное отсутствие враждебности и после этого он возвращается в Иерусалим постепенно постепенно приучая к тому что Иерусалимом владеет ныне еврейский первосвященник царь Жептолемей овладел городами на морском берегу до вплоть до порта называемого Селевке это еще город который основал в 301 году Селевк первый Никатор то есть кто является основателем династии селевкидов и составлял он злые замыслы против Александра и послал послов к царю Деметрию а который здесь уже называется царем Деметрию второму и сказал приди сюда заключим между собою союз и я дам тебе дочь мою которую имеет Александр и ты будешь царствовать царствие отца твоего для активисток феминистского движения здесь большое раздолье поговорить о том как Клеопатра служит инструментом в руках собственного отца с тем чтобы затевать разного рода политические интриги я раскаиваю что отдал ему дочь мою ибо он старался убить меня это некое серьезное обвинение Флавий в иудейских требностях говорит о том что такая попытка в самом деле имела место в Талимаиде которую и эту попытку совершил ближайший друг Александра Баласа некто Амони и что он действовал по поручению Александра согласно Флавию Птолемей потребовал от Александра наказать виновного но Александр отказался и поэтому Птолемей принял сторону Деметрия исходя из того что написано в первой макалейской книге мы не видим что такого рода вещи имели место в реальности то есть автор первой макалейской книги не опровергает эти слова но в то же время не рассказывает о том что такое имело место в самом деле происходило в самом деле и судя по всему с его точки зрения это предлог для Птолемея прекратить поддержку Александра и объявить его своим врагом так он пишет клеветал он на него потому что сам домогался царство его на самом деле не совсем правильно здесь использование в переводе слова клеветал скорее нападал на него ругал в оригинале в греческом текст и отняв у него дочь свою отдал ее Деметрию и стал чужим для Александра и обнаружилась вражда их и пошел Птолемей в Антиохию и возложил на свою голову два венца Азии и Египта это некий символический акт то есть на данный момент получается что постоянно на протяжении этих последних столетий Птолемей и Селевкиды воевали с переменным успехом каждый хотел завоевать территорию соседа в частности Антиох Третий Великий Антиох Четвертый Эпифан если бы не Рим наверное бы и завоевали и вот теперь наконец пришел реванш Толемей Филометр шестой фактически захватывает селевкидскую державу возлагает на свою голову два венца причем вот эти два венца это не только политический акт что он теперь царь и Египта и Азии селевкидской державы но это некое уподобление древним египетским фараонам мы знаем что у древнеегипетских фараонов была двойная корона которая символизировала верхний и нижний египет так что здесь Птолемей доходит до полного триумфа царь же Александр в это время находился в килики потому что жители тех мест отпали от него подробности этого отпадения мы опять же не знаем но судя по всему оно как-то было связано с тем что Александр лишился поддержки Птолемея и поэтому против него восстали некоторые из частей Селивкидского царства в том числе в том числе в хилике в Малой Азии и там он фактически воюет услышав о том что произошло что Птолемей вторгся в Антиохию Александр пошел на войну уже против Птолемея что было в общем достаточно таким дерзким шагом потому что силы были конечно неравны Птолемей вывел войско встретил его с крепкой силой и обратил его в бегство Александр был вынужден убежать в Аравию чтобы укрыться там царь же Птолемей возвысился а Завдеил видимо один из вождей арабских племен снял голову с Александра то есть убил его и послал ее Птолемею таким образом история Александра Балы заканчивается но что интересно что этим триумфом заканчивается история Птолемея как тут сказано на третий день после этого Птолемей умер оставшиеся гарнизоны которые он поместил в крепостях были истреблены жителями этих крепостей теперь от чего умер Птолемей мы на самом деле точно не знаем Флавий Флавий рассказывает о том что Птолемей когда он сражался с Александром он был ранен в том числе ранен в голову и его телохранители вынуждены были унести его с поля битвы он пять дней был в беспамятстве а когда пришел в себя то увидев отрубленную голову Александра опрадовался и на радостях так сказать скончался умер таким образом умерли и Птолемей и Александр обе силы которые обещали свою поддержку Йонатану Йонатан фактически оказывается лицом к лицу с враждебным ему царем Деметрием который воцаряется в 167 году то есть в 146 году принимая имя Никата что же как как разрешается эта ситуация в те дни собрал Йонатан иудеев чтобы завоевать крепость Иерусалимскую и устроил перед нее множество машин то есть имеется ввиду акра попытка Йонатана захватить акру в которой находился греческий гарнизон с самого начала восстания со времен антиоха эпифана но некоторые ненавистники народа своего отступники от закона пошли к царю и донесли что Йонатан осаждает крепость это постоянный мотив первой макомейской книги есть есть какие-то негодяи ненавистники среди народа израиля на которых и лежит основная вина да вот те кто можно назвать митьевним или 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 из или ленизировавшиеся или не зато вот их он обвиняет во всех бедах это то категория людей которые последствия равеннистическая литература будет называть термином мосерот на те которые ну можно назвать коллаборационисты Те, кто сотрудничает с чужой властью и выдают своих. Так вот, положение не из легких. Йонатан и без того в напряженных отношениях с Деметрием II. Деметрий II, когда он слышит об этом, в отличие от Птолемея, который смолчал, разгневался и, поспешно собравшись, отправился в Птолемаиду из Антиохии. То есть, вошел на территорию земли Израиля, напомню, Птолемаида это Ако, и написал Йонатану, чтобы он не осаждал крепость, а как можно скорее шел к нему навстречу Птолемаиду, чтобы переговорить с ним. То есть, это может стоить Йонатану головы, что переговорить с ним вполне возможно с тем, чтобы его арестовать и убить. Что делает Йонатан? Выслушав это, он приказал продолжать осаду и, избрав из старейших израильских и священников, решился подвергнуться опасности. Взяв серебра и золото, одежды и много других даров, он пошел к царю в Птолемаиду и приобрел благоволение его. Значит, вот я упоминал сегодня и Цикаронена, который говорит о том, что Израилю придется маневрировать с тем, чтобы, например, продолжать войну в Гассе. Для этого нужно будет, как он говорит, тянуть время и пытаться договориться с теми, кто пытается эту войну прекратить. В первую очередь, скажем, окружающие нас страны, такие как Египет или Иордания, но и Соединенные Штаты Америки. Значит, Янатан продолжает войну, но при этом, продолжает осаду, но при этом идет, решается подвергнуться опасности и идет на переговоры с Деметрием. И ему удается, подобно тому, как ему удалось сделать с Александром Балой, так же ему удается сделать и с Деметрием Вторым. Он его фактически подкупил. Серебро, золото, одежда, много других даров. И таким образом он приобретает благоволение. Возможно, Деметрий исходит из того, что Янатан обладает вполне реальной силой и не стоит с ним как бы в лоб в лоб ссориться в тот момент, когда он только-только воссел на своем престоле. И он как бы нуждается в союзниках. И хотя некоторые отступники из народа клеветали на него, но царь поступил с ним так же, как поступали с ним предшественники его, и возвысил его пред всеми друзьями своими, и утвердил за ним первосвященство и другие почетные отличия, какие он имел прежде, и сделала его одним из первых друзей своих. И Янатан, чувствуя эту поддержку, он, как бы, получив малое, просит и большее. И попросил Янатан царя освободить от подати иудеев и три области. И Самарию, видимо, Самария здесь по ошибке, или, правильнее сказать, три области, которые принадлежали раньше Самарии, а теперь будут частью иудей. Эти области уже были обещаны Янатану Деметрием Первым, но, видимо, это обещание не было реализовано, потому что Янатан не поддержал Деметрия Первого. В каких областях идет речь, сейчас мы увидим. И Янатан не просто просит эти области, но обещает деньги. 300 налантов. Царь согласился и написал Янатану обо всем этом письмо такого содержания. Царь Деметрий брату Янатану и народу иудейскому радоваться. То, как формулирует свое письмо Деметрий Второй, похоже как на обращение Александра Балы, который приветствовал брата своего Янатана, так и на обращение Деметрия Первого к народу. Царь Деметрий приветствует народа иудеев. Здесь это как бы соединилось, то есть двойное обращение и к Янатану, который называется здесь братом, и к народу иудейскому. Список письма, которые мы писали о вас, Ласфену, родственникам нашему, посылаем и к вам, чтобы вы знали. Значит, вот этот Ласфен, это, судя по всему, вполне реальная историческая фигура. Это военачальник критского войска, благодаря которому в значительной степени Деметрий Второй пришел к власти. Согласно Флавию, он поддерживал претензии Деметрия на царство. И то, что пишет Деметрий, что он посылает вам письмо с копию, к которому была обращена к Ласфену, это как бы вполне известная эллинистическая практика. Значит, если кому-то эллинистические цари давали привилегии, причем распоряжение посылалось высокопоставленному чиновнику, то, чтобы подтвердить это, то копию этого письма чиновнику посылали тому, кто эти привилегии получает. Ровно так и поступает здесь Деметрий. А он говорит, что вот мы написали о вас, Ласфену, и посылаем и вам. А копия такая. Царь Деметрий Ласфену отцу, как он его называет здесь, радоваться народу иудейскому, друзьям нашим, верно исполняющим свои обязанности перед нами, мы рассудили оказать благодеяние за доброе расположение к нам. И мы утверждаем за ними как пределы иудеи, так и три области. Вот эти три области. Аферема, Лида и Рамафем, как тут написано, все это вполне понятные топонимы, имеющие библейское происхождение. Что касается Аферема или Афайрема, то это, судя по всему, то, что называется термином Афараем, Афараем появляется, упоминается, в частности, во второй части книги Шмуэля, в 13 главе, там, где описываются перипетии семьи Давида, и в частности говорится о том, что Афшалом, сын Давида, хотел отомстить за свою сестру Тамар, и он там находился в некотором месте, которое называется Бааль-Хацора Шер им Эфраим. Вот Эфраим или Афараем, да, это как бы вот место, которое здесь имеется в виду, которое находится к северу от Иерусалима по имени, по тому же самому имени, по которому называлось и все северное царство, царство Эфраим в библейские времена. Лида – это лод, это греческое название лода, а что касается того, что называется здесь раммафем или ратамин, да, то это то, что в библейских текстах называется словом раматаем, упоминается тоже книге Шмуэля, оно находится к северо-востоку от лода. Вот эти три области, которые присоединяются, отделяются от Самарии и присоединяются к Иудее. Впоследствии город Лод станет в конце эпохи второго храма и в начале раввинистической эпохи, уже после храмовой центральным иудейским городом, который будет достаточно успешно соперничать долгое время с традициями, галилейскими раввинистическими традициями. То есть там в Лоде будет очень большая школа. Вот здесь они присоединяются к Иудее. А также все, принадлежащее всем жрецам их в Иерусалиме, за те царские оброки, которые прежде ежегодно получал от них царь с произрастания земли, из плодов древесной и все прочее, принадлежащее нам отныне из десятин даней, следующих нам, соленые озера и венечный сбор, нам принадлежащие, все вполне уступаемыми. Это все обещания, которые давал отец Деметрия II, Деметрий I. Они, напомню, не были реализованы, потому что тогда Ионатан не поддержал Александра. Здесь они как бы наконец приходят к своей реализации и ничего не будет отменено из сего отныне и навсегда. Итак, позаботьтесь сделать список сего, и пусть будет отдан он Ионатану и положен Святой горе в известном месте. Святая гора, естественно, это храмовая гора. Что значит известное место? Ну, видимо, какое-то место, которое все могут видеть. Возможно, это письмо было высечено на камне и таким образом становилось публичным документом. Мы здесь поставим точку и подведем некоторый итог до сих пор того, что происходило. Да, если мы сравниваем двух братьев, с чего я начал, Иуду и Ионатана, то с точки зрения, конечно, такой идеалистической иудеи. Иуда сильно выигрывает по сравнению с своим братом. Иуда – это герой, который воюет за свою землю, не занимается никакими политическими интригами. Единственное, что заключает союз с Римом, но не ради своего положения, а ради иудеи. Погибает в бою таких вот братьев два, или Азар и Иуда. Мы увидим, что Ионатан тоже погибнет, но погибнет в результате заговора. Ионатан – это политик. Он не только полководец, но и политик, который, обладая искусством политического компромисса, способен хорошо считывать политическую карту и делать безошибочные шаги, которые приводят, с одной стороны, к укреплению его власти, а с другой стороны, к тому, что иудеи все больше и больше, де-факто, можно сказать, и де-юре, становится независимой. Поэтому Ионатан – это первый космонейский правитель иудеи, который является в этом смысле не столько идеалистом, как Иуда, сколько прагматиком. Его в этом смысле, может быть, можно сравнить в современной еврейской истории с Бен-Гурионом. Ну, здесь мы, повторяю, поставим точку, и если есть вопросы, замечания, то их самое время задать, выставить сейчас. – Народ, есть вопросы? – Ну, на самом деле, только один вопрос. В чем связано с тем, что вообще селептийская монархия начала разваливаться? То есть, если до этого там было более-менее, то есть, постоянное наследование, в общем, она держалась, ну, тут постоянно вот всевозможные самозванцы, гражданские войны и так далее. То есть, в принципе, это всегда это симптом того, что что-то ненормально. – Ну, это верно. Вы правы, Алекс. Вы правы. Насчет самозванцев мы пока аккуратно говорим, потому что был ли действительно Александр Балла самозванец или нет, это спорный вопрос. Но действительно, держава начинает разваливаться. Разваливаться, потому что, как бы, начинается драка за власть. Между различными ее, как бы, представителями. Но на самом деле эта, так сказать, червоточина была заложена Антиохом Пифаном, который, укрепляя свою личную власть, как бы, фактически отстранил детей сына, своего брата. И потом, таким образом, Деметрий возвращается из плена, претендует на власть уже после смерти Антиоха Пифана. Всегда это такое вот смутное время. Это очень частое явление в истории после некой сильной власти. власть. Значит, вот тот, кто укреплял свою личную власть, после того, что он умирает, начинается потом драка за эту власть. Мне вспоминается, например, там, скажем, знаменитая история в Англии с Ричардом Глостером, который укреплял свою личную власть. Но когда он погиб, значит, начинается драка за власть. Ричард третий. Не знаю, Петр Первый в России укреплял свою личную власть. Он умирает, начинается драка за власть, и царство начинает шататься. Значит, в этом смысле в Толемеевском Египте ситуация была более ровная. Наследовали власть сыновья своих отцов, и такой драки не было. Как в Древней Иудее, в Древнем Израиле. В Древней Иудее в целом одна и та же династия правила на протяжении сотен лет династия Давида. А в Древнем Израиле все время происходили перевороты, которые привели к ослаблению царства, и в конечном счете его поделивать. Вот. Но это, да, это вот такой вот знак постепенной деградации. И благодаря этому в значительной степени Йонатан и смог добиться такой независимости. То есть помимо, мы можем говорить о разных факторах, благодаря которых, благодаря которым эта независимость была приобретена. Боевой дух народа, желание избавиться от вассальной зависимости от селевкидов, которые притесняли народ. И вот эту убежденность хосманея в своей правоте. Поддержка Рима. Но и та гниль, которая как бы выросла в селевкидской державе, привела в конечном счете фактически к ее распадению. И это тоже помогло хосманеям добиться независимости. Есть еще вопросы, замечания? Похоже, народ думает. Ну, хорошо. Если вопросов пока больше нет, то мы тогда завершаем сегодня наш разговор. И хорошее его я бы хотел опять традиционно сейчас выразить надежду на победу нашей армии, на освобождение заложников. И возможно, нам есть чему поучиться у Йонатана Хосманея. Несомненно. Окей. Суроту вот. Всем спасибо и до свидания. Пока. Пока-пока. Спасибо. Спасибо. Спасибо.